делик сегодня очень хорош просто очень хорош все мечи пропускает ух ты но это пенальти до судья всем привет ребят с вами марина вы на канале фифа by girl где мы продолжаем карьеру за манчестер юнайтед у нас сегодня лестер встречи с которой мы проведем пресс-конференцию у нас сегодня кстати выпуск интересный атлетика мадрид челси и тоттенхэм поэтому нам надо сейчас обязательно брать очки хотя бы с лестером как минимум челси и тоттенхэм это конечно серьезно но они ниже нас располагается челси вообще на девятом месте так как тут мы отдохнуть успеем но с атлетиком можно полу резерв с челси обойму ну да успеем отдохнуть и тоттенхэм обойма так здесь все заряженные ой там у них уставшие как ребятки все готовы на выезде варди что за что это ухо таран не за такого олбрайтон ундер тилиманс на диди джастин фафана бенкович перейра ну и шмахель на воротах ну поехали у них состав уставший я думаю сейчас мы их вскроем дети конечно же мяч отберет опорник достойный джейми варди надо сдержать я говорю надо сдержать джейми варди ребята ух какой удар ищи дыхея на месте так ну ладно подключился вам без сака хорошо хоть у него такой задачи нет ну ладно вешай ну нет грилиш на втором этаже вряд ли стоит бороться ну и все и у нас тут фланг провальный давай дали сокращаю угол еда что ты будешь делать я так что там рука отлично фух ты хит тащит спасибо большое да роджерс там в шоке но я понимаю тебя роджерс мы тоже в шоке немного нам бы отбиться здесь отбились посмотри че делают они а будет так долго играть когда-нибудь выдохнуть все надеюсь очень можно невозможно в таком темпе носиться уже полууставшими блин ну понятно все я не знаю как так играется почему они нас качают влево вправо как хотят пятками пасу куда ты побежал делик ты чё издеваешься что надо мной вот это лиха тарены какой-то забивает на мохаммед не знаю такого игрока впервые слышу убежишь тут от них очень тяжко они в прессинге в невероятном просто делик наконец-то конечно надо отдать нас на на игрока лестера конечно вообще не успеваю мяч забрать и отдать пас вообще не успеваю они на всех участках поля вот я только мяч обрабатываю все тут же накрывают и посмотри их сколько их там уже 10 человек в обороне и тут же они уже все в атаке как вы не выдыхаетесь мне объясни игра и здесь сразу тут как тут их игрок кому отдать мне паста никого нет да один-один наконец-то холод смотри мяч забрали все ну конечно естественно мы пропустим да да опять этот мохаммед да конечно давай почему бы и нет и все и фред мимо меча и все да понятно все обалдеть это все только потому что наша защита не справляется вот и все объяснение на кого мне отдать но прям шмейхеля пробил на кого мне отдать то здесь отдавать-то не на кого вообще не на кого отдавать так грелишь есть такая буква 2 2 бруно молодец ладно сейчас баланс вернем ну я хотел бы конечно здесь выиграть но сейчас это очень опасно рискованно сейчас малейших контратаку и гол надо забить сбалансированный схемой умудриться да провалилась обороны все баланс делаем давай манчестер они должны же уже устать в конце то концов ну давай заменки наверно сделаем погба особо не заметен до не выходи марсиаль выходи вместо грилеша давай двойная замена спасибо всем заводитого парня снимают спасибо всем за игру этого парня снимают это прекрасно так вон без сака подножка была нет окей окей это была опять штанга ну как он так выбил то я вот и говорю не могу пас отдать что пас сразу на голевую нет тут как тут защитники вот мгновенно пресекают ну что это такое делик ну почему ты спишь понятно я не понимаю почему вообще не контролирует ситуацию почему он отбегает куда-то пошли опять сверх атаку блин это какая-то дичь ну потому что наша оборона не хочет играть в футбол вот и все объяснение если бы хотели бы нормально бы играли бы пожалуйста маркус так вот я останусь вверх атаки 3 3 толку что так что так пропускаем 3 3 надо забивать нам еще давай ну мало времени уже конечно голевая холодно тут защита проспала опять и рэш вот спасибо прошил тут ближний делик сегодня очень хорош просто очень хорош все мячи пропускает 3 3 провал деликта в этом матче абсолютно просто ужасно совел сейчас я посмотрю сколько у него отборов мне почему-то кажется что ноль он сегодня решил не напрягаться особо один отбор Телиша ноль даже у Фернандеша один 6 сейвов у Духея плохо делом первое место нам не видать с такой игрой неужели без Мбаппе мы не можем неужели не знаю не знаю мне кажется можем еще как так тоже не пойдет конечно не уставший лестер прессинг ну так смотрим атлетика ммм у нас еще сколько игр то а все последняя игра так если мы сейчас проиграем нам пофигу если выиграет атлетика то подожди верни мне то они пройдут если Аякс проиграет ну скорее всего если даже ничья Аякс проходит локомотив то скорее всего мы с Аяксом выходим ну конечно здесь еще ничего не ясно так то это прикидываем мы вдруг Аякс локомотив ничью атлетика тоже ничью и по личным встречам будут смотреть да в общем ясно Холланд хочет сыграть сыграешь штрафной Ван де Беку он нас забивал на удивление все готовы Баптист Алякок судит француз по моему он очень строгий фифе у нас дождик и стадио метрополитана да это конечно будет интересная встреча ой смотри это вот уже похоже на провал но люк шоу забирает мяч я бы хотела чтоб вышел Аякс честно знаете что я считаю что атлетика не заслужил здесь играть в этом в отборочном дальше этапе на месте Дин Хендерсон атлетика как-то странно стартовал сами виноваты а теперь вот у них о филиш травмировался когда-то умудрился нормально да ну блин ну мы можем просто убежать мне просто интересно фух спасибо что мило Симеона а ты кстати плохо автобусы паркуешь я тебе хочу сказать ты пропускаешь мечи нет ну что за пас эрлинг я вам скажу что Лестер в разы достойнее чем атлетика играет вообще понятно что это АПЛ что там друг другая история но Лестер просто достойнее играет конечно здесь забивает филиш нет не важно ну просто они как-то прессинг дали и все такое ну здесь мы еще сами виноваты ну а ты вот смотри поздно отбиваемся спим в обороне проспали здесь все эпизоды махтамина и че он там сделает стоит себе и стоит ох это хорошо было но облако на месте и удар такой себе был поздно я не понимаю иногда такой бред поздно подключаются игроки я вот уже вижу что надо пасы давать а его нет тоже подключаться надо Дони нормально Брэндон Виллиамс но фол же конечно блин ну они офигели эти ребята мы за такой фол сразу желтый получаем а они просто разговорчики давай забивай Камовинга вот так вот со всей своей силищи 1-1 Эдуарда Камовинга браво голевая Дони вот подключился Камовинга и сразу спасибо что не мимо третий гол третий гол его так Холм ты вообще хотел поиграть? я предлагаю тебя забить здесь на месте облак снова друг ух ты ухты Уху-ху-ху-ху! Что делает Дин? Что он делает, дамы и господа? Какой сейф от Хендерсона. Вы это видели вообще? Я предлагаю вам посмотреть ещё раз. Верните назад. Это что-то с чем-то. Это что-то с чем-то. Так, ну что, заменки? Так, давай, Ван Дебек, отдыхай. Гвилд, выходи. А, Брюер вот этот, выходи. И давай, Гриллиш, вместо Гринвуда выходи. Тройная замена. Молодёжка эта выходит, чтобы руководство радовалось. Конечно, я бы их не выпускала ни в коем случае. Это только потому, что они меня достали. Что у нас задачники якобы не выполняются. Конечно, сейчас будет тяжко в нападении, но меня ничья тоже устроит. Лишь бы Аяк спрашивал дальше. Хотелось бы. Ну, пусть они там сами решают свои задачи. Мы не будем напрягаться, нам без разницы. Забери. Вот так вот. Смотри, они уже в атаке, в полной. Ну-ка, попробуй забить. Какой у тебя удар, дружище. Какой у тебя удар отвратительный. Понятно. Луис Суарес выходит вместо Морена. Проснулись. Игроки. О, тренер проснулся у Атлетика и такой, блин, чувак, тебе же надо забить. Ну-ка, давай. Понятно. Понятно. Этот мальчик, короче, нулёвый, но... Понятно. Они, конечно, забили. Естественно. Мы два не забили в убойных моментах, а они забили. Ещё и Суарес забил. Мактумен и просто стоит. Он просто не собирается подключаться. Он такой, ну а чё? Без меня разберутся. То есть я должна управлять игроком. Искусственный интеллект не может сам включаться в эпизод, да? Ух. Удивительно, что он не забил. Обычно они такие забивают. Пенальти, что ли? Слушай, как всё поменялось за три минуты до конца игры. Минги там, да, руками играет. Да. Ну мне всё равно, я говорю. Проиграем и проиграем. Главное, чтобы Аякс прошёл. На месте, Дин. Жаль, что мы... Что мы уже не успеем сравнять. Да, этим мальчишками, ну ты сравняешь. Всё. Поздравляем. Манчестер с первого места. Мы выходим. Атлетика там радуется. Не знаю. Они прошли дальше, что ли? Неужели Аякс ничего сыграл? Или они рады победе над Манчестер Юнайтедом? Да, Холм, ты ни о чём была эта встреча, я тебе скажу. Аякс проходит. Я не знаю, почему они радуются. Они в Лигу Европы попадают. Сейчас мы посмотрим, на кого мы можем попасть в ЛЧ. Сити, Аталанта, Минхенглагбах, Загреб. Пассажир, Интер, Бешектар, Шахтёр. Минфика, Бавария, Севилья, Брюгге. Реал, Наполи, Леон, Спартак. Дортмунд, Ливерпуль, Славия, Прага, Парк. СВ. Ювент, Тоттенхэм, Монако, Янг Бойс. Барселона, Лейпциг, Лацио, ЦСКА. Лейпциг, Тоттен... Нет, Лейпциг. Наполи, Бавария, Интер и Аталанта. Ох, как бы я хотела, чтобы это было Аталанта. Ну или Лейпциг, на крайний случай. Ну точно, не Бавария, не Интер никакой. Ну Наполище тоже можно. Ну что, проведена жребьёвка. Пам-пам-пам-пам-пам... Пам-пам-пам-пам... Интер! Понятно. Ну ладно, Лукаку так Лукаку, если он там. Интер так Интер. А теперь у нас Челси и Тоттенхэм. Надеюсь, мы их обыграем и тех, и тех. Я думаю, ничего не будем менять. Состав такой. Марсиаль с первых минут выходит. Поехали. Пожалуйста, Фернандеш. 1-0. Бруно Фернандеш. Это, по-моему, вырезал такую голевую. Антони Марсиаль. Красавцы! Да, Марсиаль. Ух, как он его увидел. Бух-бух! Держи, танкист. Гранату. 12-й гол. Португальца. Маэстро. Ну-ка. Да! 2-0. Я смотрела на судью просто. Был ли там офсайт, мало ли. 2-0. Бруно Фернандеш. Капитан забивает. Немножко выдыхаем. Чуть-чуть прям. Есть шанс тут выиграть. Челси, конечно, нам особо не давал тут ничего. Нет, офсайда не было. Ну, вот чуть-чуть показалось на секунду. Ближний угол. Бруно. 13-й гол его. По-моему, сравнялся с голами с Холландом. Да, по голам с Эрлингом. Могу ошибаться. По-моему, 13-й. Офсайт. Да, конечно. Блин, он так долго соображать, этот судья. Я должна тут думать, был офсайт или нет. Я-то его вижу. Вот Диеш, например, очень качественный игрок. И он не нужен Тухелю. Это должен быть гол. Вот так вот. Он не нужен Тухелю, и что? И всё. И просто человек ищет себе другую работу, да? То есть, получается так, что за 50 вам, да, миллионов вояк своего купили. Полгода он поиграл, и до свидания. Хайвец тоже не нашёл свою игру. А я объясню, почему. Потому что Англия, это не Германия. Вот и всё объяснение. В Германии классный чемпионат, и всё такое. Но в Англии тут совсем по-другому всё. Джек Грилиш, брависсимо, иногда холм таки не забивает. Ну ладно, не будем журить его за это. 3-0. Да ладно. Да ладно. Да всё же было чётко. Вернер, Вернер, не тот клуб ты выбрал. Не тот. Ну, они, смотри, они уже не в пятером обороняются, да? Насколько я могу визуально наблюдать. Они уже в прессинг, походу, погнали. Нам это всё не важно. Ой. Да, забили. Так и забили. Кунде там что-то не туда убежал. Я на самом деле думала, у меня ещё в другую сторону летит. А он... Да-да-да-да, вот тут я не просмотрела момент. Хайверт забивает. 3-1. Ну мы обязательно пропускаем, это же норма. Надеюсь, 3-3 не сделаем здесь. Будем на спокухе. Запускай, мистера Бруно. Это же штрафной. Зубельде? Что это вообще за игрок? Ещё и капитан у них. Ну это же штрафной, конечно. Да-да, за майку. Ну да-да. Так, ну давай, Поль. У нас уже Вандебек забивал. Может, и ты сможешь. Мне кажется, сильно. Ну вообще, летела здорово. Вратарь на месте. Бей. Пробил так пробил. Что такое? Ещё один штрафной? Ого, там рука, походу, была. Вот так забьёшь? Ой, опять тащит Минди. Ладно, давай заменки уже сделаем. Подустал Гриллиш. Наверное, его заменит Гринвуд. Холланд выйдет вместо Марсиаля. И-и-и-и, давай. Вандебек вместо Погба. Да, понятно всё. Прям фолл. 20 минут играть. Давай, Манчестер. Ну, почему туда-то пас? Очень странная история. Блин, Вандебек, ну что ты делаешь? Почему ты так в жёлтый приносишь нам? Ех. Посмотри. Ух, опасненько. Ну да, сейчас Вандебек, наверное, жёлтый получит. А, у нас ещё и Фред получает жёлтую. За что? О, судья, ты чё, с ума сошёл, что ли? А-а-а. Чуть-чуть не получилось. Фолл. Да, ну прям что жёлтая. Блин, кто судит? Стюарт Атвелл течёт сегодня, разошёлся-то, друг. Так, а пенальти, кстати, мы давно не забивали. Вообще, да? Забыли уже, как их бить. Маркус. Двой Маркус. Опа. Красиво было. Это было красиво. Вот и празднование стандартное Холланда. Так, 4-1. Мы обыгрываем Челси. Вот тут. Оп, здорово. Чик. Там защитник упал. Какой гол у Холлана? 15-й. А, не, Бруно его не догнал. Я думала у Холлана 14, но в любом случае, даже тогда он его не догнал. Что такое? Всё, что ли? Я не поняла. Победа 4-1. Мы обыгрываем Челси. На Олд Траффорд. Поздравляем инкунианцев. И у нас, ребята, последняя встреча с Тоттенхэмом. С Жозиком Мауром. Третье место. Мы приближаемся? Мы приближаемся, конечно. Тоттенхэм на шестом месте. Ох, на выезде. Надо обыгрывать их. Вот так вот будем играть в такой форме. Кейнсон, Али, Моура, Хойберг, Лейва, Дэвис, Зюли, Араужо, Араужо, Доэрти, Льюрис. Понятно. У нас уставшая есть. Вроде, ну, Ван Бесак немножко, но будешь играть. Вроде все остальные в порядке. Холланд с первых минут выходит. Ой, Марсиаль недоволен. Ну, Марсиаль, а что я могу сделать? Забивать надо. Полтир не судит. Поехали. Долго. Я там все убирала, кому отдать. В итоге, думаю, за него пробью. И уже накрыли. Так, бразильцы здесь, на этом фланге. Хорошо. О, это здорово было от Телеша. Конечно, Тутенхэм тут тоже нацелен на то, что выбираться повыше. Все это понимают. Но мы вообще... Ух, хорошо здесь Делик действует. Мы вообще хотим тут все взять, понимаешь? Все кубки из Карабау уже вылетели, правда. Но чемпионат надо брать, да. Ну, как тут его возьмешь? Тут Сити. Мне кажется, нет. Не даст он нам. И это что было, Фред? Сити, возможно, не даст. И тут можно выиграть столько игр подряд. А потом бац, одно поражение и все. Потому что очень плотная таблица. Блин, руками они вообще не играют. Мы играем руками только. Понятно. Все ясно, понятнее. Закрыли. Харри Кейна. Давай, Решфорд. Уносись. И вешай. Нет, тут все закрыто. К сожалению. Ну, это пенальти. Да судья! Да судья, это же пенальти. Классно. Классно. Ладно. Я поняла тебя, полтирни. Фол. Сразу желтая. Ну, ладно. Бразильцы там борются. Ой, забили они из-под Телиша. Так и забили. Это Дели Али забивает нам. Телиш, Телиш. Ну, что ж такое-то? Ну, почему так-то? Что ж ты ногу не поставил? Ничего я не могу поделать здесь. Хоть бы ничейку вырвать. О-о-о! Офса этот. Это повезло нам. Погбать что-то весь выпуск ни о чем. Может, забьет, я надеюсь, еще сегодня. Ну, это фол. Слушай, это минимум желтая. Давай-ка Лива. Ливи, сколько лет-то вообще? Он же где-то в Италии играл после Ливерпуля. Ну, возможно, где-то в Турции даже. Теперь играет. А, не будет удара. За Туттенхем. Классно. Разыграли сразу свисток. 1-0 проигрываем мы шпором на выезде. Сити проигрывает, кстати. Бывает же такое. Давай, Решфорд. Ну. Да! Да! 1-1! Как? Как там мяч залетел? Давайте посмотрим повтор. Это было... Это было забавно. Я думала, он уж там мимо пробил. Потому что он отлетел от мяча далековато. Вот тут вот. Оп! Его не было. Он тут обрабатывал. Не-не-не. Все четко. Он просто обрабатывал его долго. Поэтому я напряглась. Вот тут бу-бух! А, это авто-гол. Это авто-гол. Хотя засчитывает на Холмэда. Прекрасно. Так. 1-1. Быстро сравниваем во втором тайме. Так. Джек Грилиш убежит или нет? Давай. Долго. Слушай, ну... Ну, судья, ну этот не пенальти. Ну, я не знаю, что должно быть, чтобы ты его назначил. Опять какая-то тупая рука должна быть. Так, Сон, ну ты че ты? Как ты так играешь-то? Не выдохся? Ты посмотри, что он делает. Окей. Ладно. Ой, как ты не забил здесь Эрлинг. Марсиаль на левый фланг идет. Мактаминай вместо Фреда. Две замены. Как ты не забил здесь, друг. Моуринни тоже замены делает. Беджуань вместо Моуры. Браво, Кунде! Просто лучший! Так, что там было? Обсайт, что ли? Или рука, или обсайт. Давай, свежий Марсик! Бей прямо оттуда. Заряжай! Ё-моё! Блин. Ах, хорошо! Давай, Рэш! Оль! Защитника, естественно, пробили. Давай, 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 Холланд! Бей! Да, опять на месте, Илья Рис! Хорошо поборолся, но, конечно, бить было неудобно. Блин, вообще нет открытых игроков, абсолютно. Забивай! Да ты прикалываешься по Акбану! Почему ты бьёшь по защитникам? В смысле пенальти? Да ё-пороса... Ты издеваешься, судья? Ну где пенальти-то? Как? Откуда? Он не забил. 1-1. Харри Кейн в концовке не забил. Ребята, 1-1. Там не было пенальти. А не знаете, что я вам скажу? Я скажу, что судья этот купленный. Вот что я скажу. 1-1 мы играем с Тоттенхэмом. Короче, две ничьи в этом выпуске. Поражение от Атлетика неважное. И победа на Челси. Полтирния. 12 ударов, 7 створ. Блин, этот... И Эль Сити проигрывает. Этот Лью Рис, это, конечно, жесть. А мы на четвёртом уже, естественно. Эвертон поднялся выше. Лестер на пятом. Всё понятно. Хорошо, у нас в следующем выпуске. Свонси. Потом Шеффилд. Потом Миддлсбро. Вот здесь надо брать очки. Обязательно. Хоть мало времени тут у нас будет с этими командами. Ну, перерыв небольшой. Кубок с Хаддерсфилдом. То есть со Свонси полурезерв. Полурезерв. С Шеффилдом обойма. С Миддлсбро, наверное, тоже полурезерв. Да. Ну, посмотрим. Кто будет в норме, конечно, они выйдут. А с Эвертон... Ну, Эвертон потом. Да, и зимнее ТО откроется. Не знаю, что мы там будем делать в этой зимнее ТО. И у нас кто-то дисквалифицирован. Фред. Ну, ладно, ребят. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Оставляйте свои комментарии. Всем пока. Всем салют. Ах, эвла. Болейте. Только футболом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!